На территории Испании расположен аэропорт Барселона, по-другому его еще называют Эль-Прат. Он является международным и ежедневно производит огромное количество рейсов. Располагается аэропорт в городе Эль-Прат-де-Лебергат, оттуда и пошло второе название. Коты АТА, BCN Коты КАО, LEBL. Адрес 08820, и Дефисия Блок Техника, город Эль-Прат-де-Лебригат. Официальный сайт www.aena.es-n-barcelona-deficio-index.html. Телефон для справок внутри страны, 902 404 704. Телефон для справок из-за рубежа, 34, 91, 321, 10, 00. Электронная почта, bsininformacionsobaka.es. Время работы, круглосуточно. Барселона-Жирона, чтобы не опоздать на выбранный рейс или первоначально его подобрать, рекомендуется воспользоваться онлайн-табло на русском языке, businessvisit.com.ua Косая черта, вебилете, косая черта, онлайн-дефис табло, дефис аэропортов, косая черта, Барселона, дефис Испания, косая черта. Расписание для прибытия и отправления расположено на одной странице, что удобно. Обратите внимание, онлайн-табло вылета и прилета Барселоны доступно на «Сегодня». Рейсы, которые были совершены «вчера» или запланированы на «завтра», не отображаются. Онлайн-табло у Барселона на официальном сайте www.aena.es Косая черта, кси, косая черта, сателлит, косая черта, инфавьюлос, косая черта, н, косая черта. Доступен как поиск по отдельным рейсам, для этого в строку поиска нужно ввести номер рейса, так и быстрый подбор, нужно выбрать Departures from Barcelona. Валенсия-Барселона добраться в BCN-аэропорт можно разными способами. Это может быть автобус, такси, поезд или обычное метро. Метрополитен. Для связи административного центра и аэропорта используется специальная линия L9. Метрополитен начинает работу в 5 часов, а закрывается каждый день по-разному, с понедельника до четверга. В 0 часов, пятница и праздничные дни, в 2 часа. В субботу метро работает круглосуточно. Одна поездка в любой конец города на метро обойдется в 2 евро и 15 центов звездочка. Чтобы с комфортом и длительное время пользоваться этими услугами и быстро добираться из одной точки в другую, можно приобрести специальные карты Holo BCN, период действия которых составляет от 2 до 7 дней. Они предоставляют возможность передвигаться безлимитное количество раз в четко указанный период. Цена карты – 14,5-33 евро и 70 центов звездочка. Электропоезда. 12 километров разделяют Барселону и аэропорт Эль-Прат. Они связаны с д-веткой, и электричка является самым дешевым способом попасть из аэропорта в город. Движется она с 6 часов до 11 часов по местному времени. Станция находится у западной стороны терминала Т1. Автобусы. Остановки располагаются вблизи аэропорта в районе терминалов Т1 и Т2. Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуется автобусный маршрут под номером 46. Проезд будет стоить чуть больше 5 евро и 90 центов звездочка. Автобусы отправляются от остановки с интервалом в 5 минут. В пути придется провести около 35 минут. До центра Барселоны ходит специальный ночной автобус Nidbus N17. Отходит он только от первого терминала. Стоимость проезда в один конец – 2 евро и 20 центов звездочка. Начинает работать в 21 час 55 минут. Последний рейс совершает в 4 часа 55 минут. Такси. Стоянки машин такси есть у обоих терминалов аэровокзала. Чтобы доехать до центра Барселоны, придется потратить около 20-30 евро звездочка. Но цена во многом зависит от количества пассажиров. Телефон для заказа такси – плюс 34, 93, 303, 30, 33. Также есть возможность заказать специальную машину для инвалидов. Телефон – плюс 34, 93, 420, 80, 88. Обратите внимание. Если отъезжать от терминала 1, то путь до города увеличивается на 4 километра. Поэтому в дороге придется провести примерно на 5 минут больше. К тому же поездка обойдется дороже на 5 евро звездочка. Аренда авто. Аренда авто в аэропорту Барселоны доступна как в первом, так и во втором терминале. Работают 4 компании – Херц, Тел, плюс 34, 90, 201, 19, 59, Эйорапкар, плюс 34, 91, 343, 4503, Авис, плюс 34, 90, 210, 84, 95, и Энтерпрайз, плюс 34, 93, 521, 90, 95. Чтобы нужный или просто понравившийся автомобиль был свободен, лучше бронировать транспортное средство заранее. К тому же заказ машины через посредников обойдется дешевле, нежели заказ напрямую у фирмы Проката. Для тех, кто добирается в аэропорт Эль Прат из Барселоны на личном транспорте, оборудовано несколько парковок. Общее количество машиномест на всех стоянках – 23 тысячи. Коста Браво, Барселона, расстояние основная парковка находится в терминале 1. Допускается размещение транспорта высотой не более 2,2 метра, тарификация поминутная. Работающие парковки – парковка первого класса терминала 1, откуда имеется прямой доступ на два этаж. Действуют клубные преимущества для членов Аэна Клаб. Тарификация поминутная. Открытая автостоянка вблизи терминала 1. Здесь размещается автотранспорт, неподходящий по габаритам для помещения на основной парковке. Переход к терминалу 1 осуществляется по наземному мосту. Основная открытая автостоянка терминала 2. Находится в вторых минутах ходьбы от терминала. Есть крытые участки. Тарификация поминутная. Стоянка для длительного пребывания. Расположенная в 3-5 минутах езды от аэропорта. Парковка оборудована крытыми помещениями и стояночными местами на открытом воздухе. От стоянки до терминалов курсирует бесплатный шаттель. В дневное время автобус отправляется по запросу. В ночное, с 5 часов 30 минут до 23 часов 30 минут. Интервал движения составляет 20 минут. Сутки пребывания на такой стоянке обойдутся от 13 евро звездочка. Существует дисконт программы и скидка в 10% для зарегистрированных пользователей официального ресурса аэропорта. Стоимость звездочка парковок с поминутной тарификацией – 1,30 минут. 0,57750 млн евро, минута – 31,120 минут. 0,55 тысячных евро, минута – более 120 минут. 0,50 тысячных евро, минута. Дополнительная информация. Для автомобилей частных клиентов в аэропорту оборудованы стоянки для корпоративных клиентов, VIP-пассажиров, а также паркинги для мототранспорта. Аэропорт Эль-Прат состоит из двух терминалов, которые находятся на расстоянии 4 км друг от друга. Первый терминал – Т1 – был построен в 2009 году и сейчас является основным. Он обслуживает 70% направлений и способен ежегодно принимать 55 млн пассажиров. Второй терминал – Т2 – разделен на субтерминалы А, ВС обслуживает в основном региональные и чартерные рейсы бюджетных авиаперевозчиков. Транспортное сообщение между двумя зданиями обеспечивают специальные шаттлы, проезд на них бесплатный. Курсируют шаттлы круглосуточно с интервалом в 6-7 минут. Аэродром состоит из трех взлетно-посадочных полос длиной 2,5-3,5 км. Аэропорт Барселоны предлагает множество услуг для комфортного пребывания пассажиров. Багаж. Камеры хранения. Находятся как в Т1, так и в Т2. В терминале Т1 работают круглосуточно. В Т2 – с 6 часов до 22 часов. За сохранность чемоданчика обычного стандартного размера придется заплатить 6 евро звездочка за каждый час в первые 2 часа хранения, далее – 10 евро, сутки звездочка. Если багажа много, то есть более 4 единиц, то предоставляется скидка в размере 25%. Упаковка багажа. Специальные упаковочные машины находятся на третьем этаже Т1 и нулевом этаже Т2. Услуги носильщика. Багаж доставят с багажной ленты до авто, для прилетающих, или от машины до стойки регистрации, для вылетающих. Телефон для заказа – 662 165 738. Бесплатные тележки для перевозки багажа. Они есть не только в залах вылета и прилета, но и на парковках. Услуги для пассажиров с детьми. Прибывшим с детьми интересно будет знать, что на трех этаже в терминале 1 находятся зоны для игр, где малыши могут порезвиться. Здесь можно оставить ребенка на некоторое время за символическую плату и заняться неотложными делами. Имеются также специальные бесплатные тележки для переноски малыша. Чем еще могут воспользоваться пассажиры? Если вдруг кто-то из прибывших нуждается в срочной и неотложной медицинской помощи, то на территории аэропорта располагается для этих целей 40 медицинских пунктов. В терминалах можно снять наличные деньги с банковских карт, произвести обмен валют. Бизнес-услуги – специальный зал для проведения конференции и привилегированное сопровождение. Чтобы расслабиться после длительного перелета или перед ним, пассажирам рекомендуется посетить спа-центр, рестораны или кафетерии, пройтись по многочисленным магазинам и воспользоваться услугами беспошлиной торговки. Важно! Магазины и кафе не работают после 23 часов, поэтому пассажирам, у которых ночной рейс, лучше взять что-то с собой, чтобы перекусить во время ожидания посадки на самолет. На территории аэропорта расположено несколько зон, где работает Wi-Fi, но стоит учитывать, что при подключении абонент получает бесплатную услугу всего лишь на 15 минут, остальное время придется обязательно оплатить. Пассажиры также могут подзарядить свое мобильное устройство, если оно вдруг село и нуждается в дополнительном заряде. На первом этаже Т1 расположены Air Rooms. Здесь 9 удобных и комфортабельных комнат. В распоряжении отдыхающих душевая. Чтобы переночевать здесь, семейной паре придется отдать от 195 евро звездочка. Полеты из аэропорта Эль-Прат осуществляются по 145 направлениям. Прямые рейсы по маршруту Москва-Барселона есть у «Нордавиа», «Азур-Эйр», «Вьюлинк Аirlines», «Урал Аirlines», «Сибири Аirlines», «Ред Уинкс», «Ройл Флайт», «Аэрофлот», «Айфлай». Аэропорт Барселоны ежегодно принимает более 20 миллионов пассажиров, что делает его вторым по загруженности аэровокзалом Испании. Близкое расположение с Барселоной и множество способов добраться до столицы Каталонии делают его очень привлекательным для туристов. Звездочка цены актуальны на июнь.